всем привет ребят с вами алексей 24 и мы сегодня будем играть а начинать в новую игру про ларри лафера хотя нет ребята я немножечко не прав это не новая игра ну игра новая 2020 года но это продолжение похождение лари лафер мокрые мечты 2018 года которую мы с вами вместе уже прошли на моем канале это просто именно дополнение даже продолжение данной сюжетной линейки для тех ребят которые наверное они смотрели первый плейлист либо его не нашли я напомню к следующие предыдущей игре про ларри лафера мокрые мечты 2018 года у нас ларри лафер попал в 21 век позже он влюбляется в девушку у фэйт она очень сильно ему нравится и чтобы ее добиться он регистрируется в тимбере он набивает свою статистику профиль и в конце концов он все-таки встречается с фэйт она вроде уже все почти самый финальный серии они уже готовы были встречаться но там произошел маленький казус ребята какой казус но в принципе уже все понятно а далее а у нас игра на этом заканчивается а это вот продолжению с того момента получается что дальше лари мог делать играем авто игру 2018 года лари лафера мокрые мечты мне хотелось бы конечно продолжить играть в лари потому что концу игры я очень сильно привязался к этой сюжетной линейки и не на ну действительно понравилось ребят чего тут таить игрушка как и повторюсь ребята очень пошлое в принципе я бы не рекомендовал лицам младше 18 лет и и смотреть но ребята я всего лишь не рекомендую это не значит что и нельзя смотреть ну ладно не об этом и так приятель если ты все-таки до сих пор еще не понял не воткнул что происходит вот ссылочка на первый плейлист лари лафер мокрые мечты и на игру восемнадцатого года на просмотрев и и ты тогда поймешь что за сюжет вообще чё от чего произошло прежде чем мы погнали ребята я хочу всех вас попросить подписаться на мой канал и естественно поставить колокольчик ну если тебе нравятся вообще игры про лари и влепи лайк этому видео а если тебе не нравится игропал про лари то просто поддержи меня приятель поставь лайк поверь мне для меня будет это очень приятно тебе ведь не сложно а мне будет за это приятно ладно хватит болтать хватит о всякой ерунде рассуждать ну что ребята начинаем новую игру свершилась настало время он пробудился и думали что он попал в замрении пропал и говорили многие или рей это неважно не буду тебя беспокоить меня вообще здесь нет не обращай на меня внимание теперь я совсем запутался и так начинаем ребята просто рандомно щелкаю диалоги не знаю к чему приду возможно будут долго проходить но мне интересно перечитать все потому что игрушка как я повторюсь в начале она мне реально понравилось но это правда предыдущая расскажи кто я такой лари так он гласила пророчества тот перед кем слонилась с сами альпахи тот кто спас нас от гринго я думал ты споешь не о том как и класса вы дружи как меня любит женщины ладно ладно прежде чем стать эллари ты был на было варил опера я сейчас и мы стоим человеком которые в дикий 80 решил проститься с детственностью лучшее решение в моей жизни гроза всех женщин это точно подметил хотя постой сейчас вроде как-то уже так не говорят но конечно же правда дамы а расскажи где мы и сомнения это красивейший уголок на земле восхитительный кончита не другого места где так жарко светило бы солнце и где бы так и сгибали бананы долго страдал кончита с подгнетом и гринго но ты лари освободил нас ты взорвал вело гринго ну строго говоря это был несчастный случай мы свободны и нас ждет прекрасное будущее расскажи как и сюда попал это и лари долгая история у меня полно время хорошо или человек из прошлого века и это как-то невежливо никто не знает как ты попалась быть восьмидесятых наши дни а так вот о чем качнулся старинной лаборатории поначалу даже не знал что оказался в двадцать первом веке но ты быстро понял как устроен современный мир у него как-никак был лучший учитель и лифта для лари ты как якорь из давно потерянного мира кто-нибудь хочет испытать мой новый рецепт крафтового пива нет в любом случае лари ты не только научился обходить все подводные камни 21 века это подразумевает что он понимает что делает я бы так не сказала по-моему он прекрасно справляется целью лари искал любви не там где стоило бы лари лоскую любовью к фэй тайна руководитель за технологической компании она сказала ему набрать 1 . приложение для знакомства под названием timber лишь а при этом условии она готова была с ним идти как обычно все прошло по альпаке и лари решил ломать сервер слив чтобы поднять свой оценку в тимбире это была самобрана процессе он сорвал презентацию нового смартфона сливе оказался на грани банкротства да это было так и неловко вышла и пыталась бежать и ходить собой биджей а пацанов директора слив которую на самом деле был ее марионеткой лари покарал прекрасный корабль и тайком допустим медовью в прекрасном городе кончитасе ни слова о том что произошло на корабле а по мне это было очень романтично самом деле теперь я заинтересован шоу лифте лари я собирался деликатно умолчать о том что и правильно то что ты сварганил самую отвратную секс куклу всех времен и народов и мы можем себе представить что было дальше к сожалению наконец-то пейт раскрыла все планы и признала что биджей был всего лишь прикрытие а затем взорвал него прогнал а гринга и спас кончита очень медь что за история а то есть ребят это был диалог маленькое отступление к предыдущему плейлисту про лари лафера 2017 года и так расскажи об ужасной судьбе фей прекрасный слепленную любовью это был готов город вернуть лишь бы завоевать ее сердце строго говоря на за мной бегала и последовал за ней сюда на ее виллу а затем ты эту виллу взорвал это правда ребят это все правда а все потому что пользовательский интерфейс ни на что не годился на что-то рассчитывал когда нажимал большую красную кнопку в общем один прекрасный момент и спасли жизни впервые на почеку к тебе что-то похожее на симпатию но затем ей на голову упал кирпич нет это было шайба что на нее вполне кирпич взорвавшийся виллы это была шайба смысле шайба я смазал молотобойца на пирсе в новом лох вегасе запустил шайбу на орбиту и спустя столько времени она вернулась на землю упала прямиком на фейд тот самый момент именно никто не понял как это вышло ладно просто забудем эту часть в общем шайба и вырубила она упала в лодку и и унесло ветра и так она еще нужной жизни наверняка или уже нет живых беднягов лейтум не оставился от нее лишь воспоминания то есть опять отсылочка ребята к первому плейлисту для тех кто не смотрел они вот это в меж собой это переговаривают так можешь спеть про можешь спеть профай если ты только попробуешь я тебя форматирую я лишь хочу отдать должное тому что ты же знаешь что я начал запрограммирована да но мы прошли вместе через огонь и в воду это точно лари ребята если не успевают читать диалоги прошу прощения не всегда получается это сделать на скорость так что а мой совет лучше поставь паузу перечитает муж совсем интересно маленькая отсылка простите про альпака песню конечно же ох альпака альпака все путают нас ламой любой ты груз доставишь врагов вкуснее чем колбасы жареное мясо чего мне вдруг есть захотелось что стало в биджеем он собирается крутить бар лифте как франшизы запустить его акции превратить международную сеть отличный план затем мыть отдала его веслом и он свалился куда-то ладно я знаю что произошло и что теперь уверен что выяснил все нужно и готов к новым приключениям ну я думаю да гастроли начинаются хорошо эллари остался один последний шаг полному исполнению пророчества предотвращающего кончицу золотой век ты должен жениться на дочери самого важного человека на этом острове то есть меня я очень надеюсь что ты об этом не забыл о том и уже начали приготовление так может но может мне стоит сначала поговорить с небеской или хотя бы увидеть ее нет пророчества не велик вам видится она самая красивая женщина на острове охлада не буду опираться по мелочам фигасе мелочи я пойду готовиться к свадьбе до вперед эллари тебе предстоит взять жены прекрасней женщины этого острова мою дочь сколько женщин 2 2 2 моя мать а может быть не пророчества и найди свою судьбу напоследок я спою тебе эту песню лари лари по прозвищу ой карамба моя гитара починить иначе я смогу петь я об этом позабочусь и не забудь подготовить банкета надеть свадебный костюм могу помочь лари наверняка из какой-нибудь приложение для подготовки к свадьбе несомненно я все еще занята извлечением архива того огромного файла пока что я могу устанавливать нового предложения не могу я знаю каково это извлекать огромные штуковины он лари за архивируйся кто-то отправил нам этот файл несколько недель назад помнишь мне нужны варши порвать но это займет какое-то время скажи мне когда все будет готово лари мне кажется ты не очень понимаешь что происходит а разве не обычное дело когда собираешься покляться в вечной любви да конечно но позволь мне еще раз напомнить лари щелкнув левой кнопки мышки по экрану а это обучалова я не буду проходить и я знаю как играть то есть ребят если я не точно прочитал диалог получается так что вот этот чувак ну блин с музыкальным инструментом скажу так он хочет чтобы лари женился на его дочери а у него лопается струна надо найти струну плюс одеть костюм к свадьбе и пай какой-то файл пытается разархивировать а то есть примерно вот такая движение намечается я хочу поговорить с лэпти я думать аппарат среду качественной подготовки к свадьбе а ладно я мне кажется никаких продолжений здесь нет надо к руинам вилла передвигаться так что она здесь изменил подготовка кладем уже во многом завершена что ты думаешь об этом лари ты правда готов себя священными материальными узами раз этого требует пророчества тебе достаточно одной причины ох давай просто не будем об этом говорить тогда поговорим про то как ты взорвал виллу ладно ладно я больше не буду нажимать здоровую красную кнопку где там была лестница в мою комнату а итак я вызываю подсказки надо найти лестницу а вот мы короче шлепаем сюда этого не было в предыдущей части я нажимаю подсказку мне показывать что лестница в комнату лари здесь а и так здесь здесь принципе я вижу как можно спуститься вниз и так и я появился в комнате лари о что не так лари я просто снова подумала фея не вини себя не могу не винить а и так открываю я ничего не вижу а здесь вообще по комнате можно бродить а будет камера перемещаться до камера перемещается блин тут интерфейс маленький другой нижнее белье итак смотрим обследовав объекта можно щелкать по правой кнопки мыши например шерк не щелкни правой кнопкой мыши сторону ниже белья в клетке ты узнаешь о нем подробнее разбросанного утром после взрыва я все собрал чтобы отдать потом фейд сразу как только смогу если она еще жива правда я должен хотя бы поставить за нее свечку так все что мне нужно должно быть в этой комнате а так подсказки меня задолбали я скорее всего буду их вырезать я думаю не интересно ребятам смотреть подсказки я нажимаю среднюю кнопки мыши чтобы прохождение не затягивалась мне нужно взять свечку это я возьму вдруг будет темно да нет ты свечку фейд хочешь поставить мне предлагают открыть меню посмотреть предметы ну я знаю да не надо было короче выбирать ладно я понял что дальше что дальше так а я ничего больше взять наверно не могу да тут короче вот надо посмотреть ага шел сначала и и надо зажечь и так теперь нужно чем-то зажечь свечу осмотреть комнате ребят тут такой прикол тут пока на свечку мы не посмотрим ларию не заметит и вот эти спички их нельзя будет взять и для того чтобы можно было их взять мы просто наводим на свечку и правой кнопкой мыши нажимаем ага нашел все а теперь берем спички огонь лучший друг человека после телевизора правда и запасе в умелых руках а теперь нам надо открыть инвентарь спички на свечку отлично она горит теперь надо поставить ее на алтарь блин эти обучение уже достали я знаю как играть так вот алтарь а фэйт если бы только это было здесь ладно пора останется делом еще нужно купить всего приготовиться к сладе подожди мне нужно проверить успехи на курсе социальной чувствительности может какая-то говорил что хочешь больше узнать о том какие люди общаются в первом веке я уже немного узнал но этого недостаточно ладно и так сколько существует гендеров гендер на всех хватит мне пора кажется что мне тоже хватит сколько из правильный ответ гендер разнообразен если тебе лень считать следующий вопрос лучший друг я признается тебе что страдает от депрессии что ему посоветуешь я ему посоветую так 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 оторваться с горячими девчонками у меня вот вот процессор перегреть от твоих ответов а ты сам тоже как бы поступил суде конечно это обнадеживает сначала я бы выпил диски а зачем нашел женщину достаточно кто меня за язык и последний вопрос на сегодня коллега за бедом рассказывает сексистки анекдот как-то отреагируешь очень смешно меня достаточно прошел я тебе скажу 21 веке тебя ждет еще много интересного раньше было проще проще не было ты просто было наивнее по крайней мере мне можно было говорить что думаешь а здесь все это время чем занимаешься еще не распаковал файл не нужно свадебное приложение шифр оказался довольно сложным кажется какие-то важные данные например секретная что-то ты в барах лишь с тех самых пор когда перестала быть боссом слив неправда интересно что стало в корпорации и медленно перемещаемся в корпорацию я всегда и вал надут этим зданием корпорации слив это время оборжаться можно вот реально разработчики конечно тролли ищу те 80 уровня здравствуйте ты у нас значит нари да и такое детка до мистер ван рада поздно у нас нет времени на обмен любезностями это не тот слив когда кубкин был раньше не любила джобса теперь теперь это мой слив о да ты занимаешься обновление фугар для наших выпустила сегодня для тебя есть другая работа ноц никакого но она ждут более важные и более масштабные проекты мисс фейт работала над революционным программным обеспечением с обучающимся алгоритмом с ним я создал продукт который увековечит славу слив который затмит даже пайфоны она намекала что он добил этот алгоритм но я никогда его не видела нельзя терять время нари ясно тебе но это алгоритм просто секси и мы должны его заполучить поняла душечка я пожалуй вернуть к работе на данный момент технический директор слив если мы не найдем алгоритм фейт его придется работать нашим программистам крайний срок вчера у тебя полная свобода дисплей безограничные ресурсы сделай самой что хочешь спасибо нари я не возьму эти кнопку для выхода в секретную комнату не знаю чем вы говорите должно быть тут где-то быть что-то подобное комната с вращающейся кровати формате сердца черным входом для любого кого я приглашу об этом у завхоза и приступлю к внедрению обновления кугуар моем втором офисе надо было нажать кнопку под столом и все дела удобно кстати когда я покончу со сливом тоже такую же здесь в виду кстати лари если хочешь сохранить память и на том что мужик с собой нужно сделать фотографию очень смешно я похож на человека который есть фотоаппарат у меня есть фотоаппарат у тебя да чё думаешь это отверстие сзади ну забудь про этот вопрос как ты можешь фотографировать все что угодно да и фотографии будут всегда при тебе как будешь носить их собой практично ты могла бы сказать мне бабы там пораньше я бы с фотографией кое-что выдающиеся но для таких размеров нужен шикоугорный объектив у меня есть м долларе очень жаль что у меня не широкоугольного объектива у ладно пожалуй и так сойдет лари нет отгадайте чем сфоткал я почему-то догадался чем фоткает посмотрите сколько фоток лари озабоченный лошара закончил да спасибо что поинтересовалась как насчет того что фотографируют то что пригодится нам в будущем ну вот примерно как то так ребята долгие диалоги уже закончились а давайте-ка попробуем короче вот нижнее белье сфоткать окей и отправляем в инсту заливаем я уже была округом идет сай может есть какой-нибудь удобный способ следить за тем что мы нужно сделать хорошо что-то спросил я установил для тебя предложение планировщик нельзя ли вернуть тигры в рамках курса социально чувствительностью приняли решение удалить это приложение для твоего же блага глупость какая в общем в этом приложении при числе на все что тебе нужно и сделано перед свадьбой и ты будешь вычеркивать что сделано конечно я буду сообщать тебя выполненных заданиях а вот значит как давайте-ка по взаимодействуем так у меня есть я думаю что идеально я запечатлел нижнее белье а так это что гитарные струна элирея а это получается сейчас мне пишутся квесты кстати вот так проходить намного удобней а и так тут в принципе уже взаимодействовать можно совсем и так тюбик смазки подбираем с креслом он нам в принципе нужно я всегда говорю не выходи из дома без смазки варе пошляк нажимаем красную кнопку что это механизм уничтожения что срабатывает дважды навряд и на этом моменте у нас серия подошла к концу мы увидимся с вами в следующей серии всем удачи и не переключайтесь и всем пока удачи а